Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о стыках в замок. Почему они могут у вас не сходиться и как это возможно исправить. Начинающие могут и не знать, что лапка швейной машинки тянет верхний слой ткани сильнее, чем нижний. И поэтому это нужно учитывать при шитье. Вот смотрите два образца с одинаковыми деталями. Прямоугольник выкроенный по основе и треугольник выкроенный по косой. Вот смотрите, первую деталь я прошила по прямоугольнику. И он идеально сошелся с треугольником. Видите, все стыки остались на месте. А вторую деталь я строчила по треугольнику. Треугольник был сверху. И лапка его растянула, так как он был подвижный. Ткань я специально не крахмалила. Вот смотрите, здесь на целых 3 мм треугольник стал длиннее, потому что лапка его вытянула. При шитье лучше это учитывать и ложить более растягивающуюся ткань снизу, а не сверху. Теперь поговорим конкретно о стыках в замок. Вот у меня две заготовки из картона. Их я подготовила для наглядности, так как на ткани не очень хорошо видно. Вот смотрите, припуски заутюженные в разные стороны создают утолщение, которое цепляется друг за друга и не дает швам смещаться относительно друг друга. Теперь представьте, что моя левая рука это лапка, а правая рука это транспортер машинки. И смотрите, получается, что лапка двигает ткань к вам, а транспортер двигает ткань от вас. И если у вас припуск к верхней ткани находится от вас, а нижней ткани наоборот направлен к вам, то замочек у вас закрывается. В смысле лапка и транспортер сами помогают вам замкнуть этот замочек, даже если вы там не все четко совместили. А вот если наоборот ткань лежит и верхняя ткань находится припуском вниз, а нижняя припуском вверх, то опять же лапка двигает верхнюю ткань на вас, транспортер двигает нижнюю ткань от вас и замочек наоборот открывается. И если вы плохо скололи ткань, то она у вас просто разъезжается в этом месте. Плюс к тому же вот этот нижний припуск, он может у вас завернуться и нужно обращать больше внимания в этом случае на припуск и на этот стык. Не люблю скалывать стыки в замок по центру, так как в этом варианте при проколе иголкой все равно не достигается идеальной точности. По крайней мере у меня плохо получается, когда протыкаешь, вроде бы кажется, что по центру, все равно получается не точно, поэтому лучше сколоть чуть-чуть выше. Сейчас я вам покажу. Вот у меня тут заготовка из ткани, я уже сшила ее цепочкой, ниточку вот здесь не разрезала тоже, чтобы она помогала нам тоже совмещать швы, заутюжила припуски в разные стороны. И вот смотрите, вот верхний припуск у нас направлен вверх и этот замочек будет закрываться, а вот здесь наоборот. Вот, и вот поэтому этому шву нужно уделить больше внимания. Этот стык я скалю булавочкой, верхний я специально не буду скалывать. И прострочу все это на машинке. Здесь у меня используются разные ткани, я специально взяла. Сиреневая это польский хлопок, голубой кусочек это русский хлопок, а желтая ткань это китайский сатин. Они все разные по качеству, но так как они все выкроены по основе, в принципе они не сильно тянутся. Вот я прострочила. Смотрите, разворачиваю и стыки сошлись идеально. И нижний, который я скалывала булавкой, и верхний, который я вообще не скалывала. Сейчас мы их откроем, стыки, так называемую розочку. Разрезаю ниточки, которые у меня здесь были. Теперь смотрим, в какую сторону мы будем разворачивать. Справа у нас идет против часовой стрелки, значит мы все швы раскрываем против часовой стрелки. Вот здесь нужно развернуть. Извините, в видео что-то зависло. Вот так я развернула первую розочку, сейчас на второй покажу вам, как это делать. С левой стороны припуски направлены по часовой стрелке, следовательно, разворачивать мы все припуски также будем по часовой стрелке. Раскрываем нашу розочку, подрезаем ниточки в центре, которые нам мешают это сделать. Вот так у нас получилось все припуски куда нужно, а с лица получилось очень аккуратно и красиво. Еще покажу вам второй вариант. Здесь припуски на каждой полосе заутюжены в свою сторону. Здесь розочку открыть не получится, здесь мы будем швы разутюживать. Смотрите, здесь в центре есть разница в деталях, видите? Одна деталь больше другой, и строчить я ее буду по детали, которая меньше. Так как помним, да, что верхнюю деталь лапка растягивает. Поэтому если у вас деталь одна чуть больше другой, то ту деталь, которая больше, лучше положить снизу. И вот смотрите, что у нас получилось. Вот я так разочужила уже швы. И смотрите, с лица детали практически сравнялись. Вот тут вот буквально у меня не сошелся миллиметрик, даже меньше. Почему это произошло? Потому что лапка помогала мне растягивать верхнюю ткань и равномерно припосаживать нижнюю. Вот такие две заготовки у меня получились. Все сошлось, несмотря на то, что коралловый квадратик был не совсем квадратик, а был длиннее желтого квадрата, миллиметра на три примерно. Но более большую разницу вы не сможете так исправить. Это касается небольших перекосов у вас. Смотрите, как все аккуратно получилось. Практически незаметно, что одна деталь была больше другой. Вторая заготовка получилась вообще идеально. Вот, смотрите, с изнанки тоже все красиво. Это плюс этого метода, что у вас тут получается очень плоский. Когда вы шьете большое изделие, у вас не будет никаких лишних утолщений. На этом с вами прощаюсь. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас мастер-класс по быстрой сборке одеяла с расчетами. К сожалению, затягиваю его немножко, но надеюсь, скоро уже я соберусь с силами, с мыслями и порадую вас новым мастер-классом. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok